Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Математического учебного центра МСДС и с вами я, Артур Жусупов. Сегодня мы с вами поговорим про прогноз, который мы сделали для поступающих в этом году в Назарбаев университет в 2024 году. Те, кто за нами следит, наверняка видели, что вчера в социальных сетях мы опубликовали данный прогноз. Он содержит в себе следующую информацию. Давайте лучше посмотрим его, так сказать, в данном виде. Итак, вот такие баллы у нас получились. Сразу хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал нас, кто предлагал свою помощь, кто оказал помощь. И, конечно же, хотим предостеречь от того, что эти данные – это лишь основы, так сказать, они получились на анализе той информации, которую вы предоставили. У нас была крайне сложная задача, и она отягощилась, была отягощена тем, что большинство ребят по какой-то причине, заведомо известной только им, предоставляли неправильную информацию. Это не всегда, но получалось верифицировать. И вот представьте себе, 730 респондентов приняло участие. Где-то 300 вызвало подозрения у нас, ответов. И 150 где-то мы удалили полностью, не стали брать во внимание, потому что люди делали это под какими-то псевдонимами, отказывались называть свое настоящее имя, фамилию, и были неправильно названы e-mail. То есть по вот этим признакам мы сразу же отсеяли определенное количество баллов. Поэтому если вы так сделали, ребята, в надежде на то, что ваш input будет также включен, да, он был включен на первоначальном, но поскольку такие люди обычно делали либо очень высокие баллы, либо очень низкие баллы, то есть это очень сильно размазывало общую картину и, конечно же, снижало точность. Поэтому вместе с теми, кто по какой-то причине предоставил неправильную информацию, были, конечно же, удалены и те, кто правильно, но при этом отказался верифицировать, потому что данные должны быть надежными. Понимая это, значит, мы дабл-чекали и пытались сделать следующее. Мы пытались привести наши результаты так, чтобы была нормальная, то есть прослеживалась картинка нормального распределения. Почему это нужно было сделать? Итак, посмотрите, пожалуйста, на результаты опроса, который был в Телеграм-канале. Значит, это был не наш Телеграм-канал, это был Телеграм-канал поступающих, кажется, и мне вот эту фотографию скинули. Поэтому здесь мы сделали ссылку на первоисточник именно в том, кто его опубликовал. Спасибо вам, уважаемый товарищ, кто бы вы ни были. Итак, посмотрите, пожалуйста, на вот эту картинку. Мы видим, что данные примерно нормально распределены и подозрение вызывает большое количество тех, кто набрал 190 баллов и выше. Поэтому сейчас я раскрою такой, наверное, секрет, как у нас получалось предсказывать в прошлых годах. Мы заметили, что если мы возьмем баллы, результаты тех, кто сдал экзамен, если они формируют нормальную, так сказать, то есть если мы видим, что эти результаты распределены нормально, то есть прослеживается Normal Distribution, то минимальный проходной балл будет в одном стандартном отклонении от среднего значения. Вот и все. Всегда так было. То есть он более-менее вот в этом значении. Единственное, что маленькое количество данных, оно делало стандартное отклонение очень большим. Поэтому нам и нужно было не меньше 400 значений для того, чтобы предсказание было более-менее точным. Но в прошлых годах я хочу отметить, что таких кейсов, когда кто-то заполнял неправильную информацию, было намного меньше. Также в прошлом году подход для приема был немножко другим, как мы поняли, потому что в этом году заявка одна, и, соответственно, люди, которые подаются на Foundation, многие из них подаются на Direct. Но здесь возникла небольшая проблема, как это отсечь, как это учесть, как это принять во внимание. И, собственно говоря, по этой причине средний балл Нуета вырос до 145 баллов, да, 145. В прошлом году был 136, если я не ошибаюсь, по крайней мере, по результатам опроса. И вот это говорит о том, что... То есть, во-первых, о чем это говорит? То, что общий уровень поступающих вырос. Это раз. Второе, это есть следствие того, что теперь массово начали сдавать Нует нишевцы. Это два. То есть, они, конечно же, делают импакт. Третье, это то, что сама подготовка, те, кто готовят, стали готовить более качественно и, соответственно, результативно. Это три. В этом году был побит, если я не ошибаюсь, рекорд по баллам 225 баллов взял молодой человек. Мы верифицировали это. Он предоставил любезно свой скриншот своего кабинета. И мы просто, на самом деле, искренне порадовались за человека, потому что, ну, такой крутой балл, это прям вау. 225 баллов. Среди результатов были также 211, 205, 202. И что радует, это вот были ребята, которые проходили подготовку у нас. Мы не ответственны за такой высокий балл. Это чисто их заслуга. Просто в какой-то момент времени наши пути пересеклись. Нам предоставилась честь обучать этих людей и дать какой-то положительный импульс им, для того, чтобы их балл стал выше, чем... Ну, то есть, немножечко, но выше. И такой высокий балл, это непосредственно первоначальная заслуга их и их родителей. И дальше, конечно же, уже мы со своей стороны сделали, что могли. Ну вот, значит, мы вам сказали, что были у нас определенные проблемы. И поэтому в этом году, в отличие от годов предыдущих, мы сделали сноску, что это с такой-то долей вероятностью. Следовательно, интерпретировать это нужно так. То есть, если у вас 127 баллов, то с вероятностью такой-то, 75%, вы поступите в Назарбаев университет. Точка. Поэтому, когда, значит, уже станет окончательно известен балл, и кто-то скажет, что наш прогноз сбылся или не сбылся, у нас есть всегда такая подушка безопасности. Вот, но, значит, было замечено в Инстаграме, что мы делали, да, что мы привлекали инструмент под названием ChatGPT, и, значит, нам за это прилетело, предъявили. Да, действительно, значит, ChatGPT мы привлекали для того, чтобы он выявил, он помог выявить, отсеял, да, подозрительные значения. Это раз. Раз. Чтобы он мог, чтобы он нам помог удалить те анкеты, которые не хватало данной. Это два. Чтобы он помог нам рассчитать среднее, да, не вручную же я буду считать на калькуляторе. Это три. И четвертое. Он помог нам рассчитать стандартные отклонения. Это четыре. Также мы у него проконсультировались, как он оценивает наши результаты. Он сказал, что, значит, в принципе, все сходится с тем, с той теорией, которая имеется для анализа и оценивания результатов тестирования большого количества людей. Но это не было основным инструментом. Основным инструментом был старый добрый Excel с его огромным инструментарием статистического анализа. Более того, значит, вот это был первый год, когда мы независимо, то есть мы привлекли еще одного эксперта. Да, это действительно эксперт, хоть это еще и не студент даже. Значит, молодой человек. В инстаграме мы сделали ссылку на его аккаунт. Вот он очень хороший и отзывчивый, добрый молодой человек. Так вот, он независимо от нас, используя метод интерполяции, он как бы мне что понравилось, что он сам предложил, высказал свои гипотезы. И, значит, он, да, то есть это вот в статистике называется интерполяция данных, он аппроксимировал значение и получил такой же результат. Такой же результат он получил независимо от нас. То есть два эксперта независимыми путями получили такое значение. Поэтому мы и остановились на 127. Каким будет первичный проходной, да, то есть кто получит балл в первичной, это, конечно же, уже не так важно, потому что вот до 127, ну, по нашим ощущениям, возможно, опустится. В этом году не совсем понятно для нас было еще и количество грантов, поэтому мы учитывали, как будто бы их 550, это официально, но, возможно, будет больше. Также сказали, что будет 1250 мест на Direct, но это вместе с теми, кто учится на Foundation сейчас. И, конечно же, все будет зависеть от того, какое количество фаундеров перейдет на Direct. Обычно процентов 10 всегда отсеивается по тем или иным причинам. Это неуспеваемость или передума учиться, но, как бы, эта цифра каждый год немножко отличается. Так вот, после этого представили результаты вот в таком вот виде, и мы увидели, что вот эта кривая, да, кривая называется общий балл по нойету, и мы увидели, что быстрый рост начинается где-то со 120 баллов, и это вот как раз означает, что большая часть людей, которые не добрали до проходного балла, они не принимали участия в этом опросе. Ну и, понятное дело, зачем мне это, если я не поступлю все равно, пусть они там сами. Вот, но, значит, вот эта часть, которая левее, чем 120 баллов, она должна была быть, на самом деле, больше, но, как бы, имеем, что имеем. И вот мы видим, что основная часть результатов сконцентрированы на промежутке от 120 до 100 где-то 60. И вот это дает нам предположение, что вот это вот правее 160, это так называемая, ну, как сказать, интеллектуальная элита из элиты, да, то есть из той интеллектуальной элиты, которая прошла в Назарбаев университет по баллам нойета, да, то есть еще не поступила, но проходит вот по конкурсу. Вот эти ребята, они получаются сильнее на голову. Так вот, вот отсюда начнется и благоприятный исход для поступающих на Direct. Где-то 160 баллов, но, опять-таки, это все, это все примерно. Баллы SAT, значит, мы посмотрели точно так же с помощью методов аппроксимации. Мы сделали конвертирование, да, то есть мы по результатам прошлых годов посмотрели и пришли к выводу, что балл 160, который по нойету будет в этом году как проходной примерно, соответствует 1390 баллам по SAT, и, соответственно, на этих значениях мы и остановились. Более глубоко и детально уходить в анализ по школам у нас просто не было ни сил, ни времени, ребята. Поэтому, если вас интересует конкретно ваша ситуация, пожалуйста, мы оставляем исходный файл со всеми данными, которые мы получили. Мы оставим ссылку на файл, который мы взяли из телеграм-канала NUEPREP, кажется, или ID 2023 года, я точно не помню, то есть этот файл мне тоже прислали. Так вот, погоняйте эти файлы, посмотрите и сделайте свое собственное заключение по поводу того, какой балл будет в вашем, конкретно в вашу школу по NUET и по SAT. Это, в принципе, сделать можно, поэтому я буду очень рад, если коллеги, слушатели возьмут вот эти вот статистические данные, которые мы подготовили, и на основе них сделают какие-то свои прогнозы, могут, может быть, найдут неточности в нашем подходе, как-то опровергнут, поставят под сомнение, и, соответственно, какие-то приведут конкретные разумные аргументы. Мы будем только рады. Ну что, ребят, на этом выпуск подходит к концу. Я желаю всем удачи. Я надеюсь, что кого-то эти данные не сильно расстроят, потому что есть всегда большая вероятность, что мы ошиблись, но также я еще раз хочу предостереть, что мы можем ошибиться как и в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому, ребят, думайте своей головой, принимайте решения своей головой, ищите какие-то запасные варианты, пусть у вас все получится, пусть будет все хорошо у вас, мира и благополучия вашим семьям, ну а мы продолжим нашу работу. У нас есть определенная миссия, которую мы несем, и мы будем ее нести дальше. С вами был Артур Жусупов. До новых встреч!